Мы рады приветствовать вас на сегодняшней нашей встрече, которая будет посвящена великой дате, великой победе, 75-летию. Сегодня в странах ЕС, в странах Запада, в первую очередь США, зачастую обвиняют Россию в развязании Второй мировой войны. Мы часто слышим о том, что СССР, равно как и гитлеровская Германия, несут равносильную ответственность за начало и за все жертвы, которые были во время войны. Вопрос следующий. Кому это выгодно? Для чего это делается и к каким последствиям это может привести? Можно ли говорить о том, что сегодня в странах Европы, бывшего Советского Союза, нацистская антигуманистическая идеология испытывает своеобразный ренессанс? Известно, что это была победа Советского Союза вместе с союзниками, с оценкой того, какую роль сыграл Советский Союз в этой победе. Никто не поменял мораль капиталистического общества, которое основано на соревнованиях, конкуренции. Соответственно, оппоненты России сконцентрировали все свои усилия для того, чтобы развеять роль союза в войне. И в этом плане появился вопрос вот этого переписывания истории. Конечно, выставить на одну ступеньку Германию и Советский Союз, как, так сказать, равных участников, это неправильный подход. Конечно же, для них Советский Союз оказался основной целью в войне для Германии. Поведение Британии и Франции в этом отношении было не самым лучшим. По его мнению, война началась вторая с захвата Чехословакии, не столько Франции. Отсутствие сопротивления стран, откуда шли войска, способствовали быстрому продвижению Гитлера в восточную часть. Таким образом, европейские страны оказались очень слабы в этом сопротивлении. По его мнению, виноваты в том, что продвижение такое происходило. По вопросу, есть ли возвращение нацистской идеологии, явно мы видим возрождение национализма. Глобализация подсказывает, что не столько может быть национализм, существует сам по себе, сколько радикальный национализм, перерос он в радикальный национализм. Больше видит, кстати, не только вообще в странах Европы, но в бывших странах, с которыми Советский Союз, в социалистических странах. Что касается восточных стран, обещание, что после окончания коммунизма и связи с Советским Союзом они попадут в рай, тоже не оправдал себя. Это не наблюдается. Национализм сам по себе полезен, если вы хотите найти, кого обвинить нужно, найти виноватым. Если мы анализируем состояние, скажем, Украины, 1991 год, и то, что происходит сейчас, снова возникает вопрос, а кого винить? Конечно, ответ напрашивается только русских. Сейчас задача на Украине все-таки взращивать украинцев, а не русских. Это приводит к культивированию националистических идей, от которых не очень легко избавиться, не уходят сами по себе. Его мнение, что попытка переписать историю существует, к этому прилагаются усилия и в Британии, и в Америке. Мы должны сопротивляться всем обществам переписыванию, отражать реальные факты на профессиональной основе, не соглашаться принимать искаженные факты, что требует, конечно, солидарности, которые противостоят пересмотру фактов. Советский Союз предпринимал самые решительные силы для того, чтобы противостоять нацизму. Элита Британии в то время поддерживала фашизм как таковой. Были планы сделать Советский Союз колонии Германии, и те, кто поддерживал эти взгляды. Его мнение, конечно, нужно противостоять переписыванию истории. То есть научные факты должны публиковаться в книгах, в научных работах. У нас есть очень именитые люди в Британии, в Америке, задача которых – освещать проблему ренессанса, нацизма. Раскрывать сущность и современные методы. Говорили о том, что Советский Союз прилагал усилия для предотвращения начала войны. Что же на самом деле, по вашему мнению, послужило истинным реном и катализатором начала Второй мировой войны? Важный вопрос, потому что мы сейчас в подобной ситуации находимся. Ситуация критическая из-за экономического упадка 2020 года. Страны Европы снова оказались в очень сильном экономическом кризисе и упадке. Причина начала войны Второй экономической. В тот период очень многие промышленности в Германии тоже оказались в состоянии экономического кризиса. В такой ситуации многие производители промышленности оказались готовы к выпуску продукции военной, радиовольной. Таким образом, сделать прорыв в экономическом спаде. Идеология Гитлера в этом плане тоже сыграла роль. Речь шла уже о использовании рабочих из концентрационных лагерей для того, чтобы поднять экономический уровень страны. Идеология капитализма, если он проявляет свое наихудшее, так сказать, лицо, это связано с идеологией фашизма. И сейчас такая же тенденция сделать Украину рынком продукции. Поэтому и в Украине ощущается переписывание истории, чтобы достигнуть тех целей, которые поставлены. Ну и с помощью европейских стран, которые поддерживают это движение, привести националистов к власти. Это на нынешний момент он освещает. Вот чем объясняется, так сказать, смещение Януковича, его изгнание из Киева. Вот сказать о ситуации в Германии несколько слов. Сейчас при пересмотре истории три участника, то есть теория тоталитаризма. Америка рассматривается как главный победитель в войне. И таким образом отдается лидерство. Тоталитаризм в Германии был поддержан идеологами. Анна Ханс, как он называет, нам может быть близка сталинизмом. Основная идея заключается в противостоянии коммунистическим идеям. Ответ в учебниках, что и ГДР, и Советский Союз, когда существовали навязывания эту теорию тоталитаризма. Гитлеризм отправляется, период Гитлера, что все маршировали одетые. Была дисциплина в стране. Сравнивается две системы фашизм, социализм и коммунизм. И на этой основе выстраиваются соответствующие взгляды, которые в учебниках затем освещаются. Если спросить, сколько людей погибло в концентрационных лагерях в Германии, вам ответят, про 6 миллионов евреев. Никто вам не скажет, сколько умерли со стороны Советского Союза, других национальностей. Никто не знает этих цифр. Этого нет в книгах по истории. Он считает, что это очень критическая ситуация. Он не согласен с таким подходом. Таким образом и поддерживается сторонников, тех, кто сейчас историю искажает. Последний пункт. Если рассматривать фильмы, которые документальные показываются, там в основном будут представлены американские войска, которые сражались с фашизмом. Поляки, допустим, тоже считают, что победа за американцами была. Пропаганда очень обширная в этом плане. Сторонники выделяют финансы для университетов, чтобы такая пропаганда осуществлялась. Может быть, поначалу никто и не думал о ревизии в войне. Но с 2006 года до 2007 года Россия стала проявлять как довольно мощной державой. Таким образом, отношение к России как врагов формировалось с тех периодов и до сих пор влияет на то, как она рассматривается в наши дни. Советский Союз не был никогда союзником для Германии. Сталин предлагал решить вопрос и Франции в 1939 году, для того, чтобы не было противостояния и военных действий. Советский Союз стал жертвой агрессии. Мы всегда, хотя с другой стороны, понимаем, получали помощь от Советского Союза. Относимся к ним как к братьям. Многие факты были интерпретированы в пользу западной идеологии. Участие союзников тоже не всегда было объективным. Восприятие войны будет меняться. Наша задача — сохранять объективность, факты и придерживаться объективных научных взглядов, которые уже существуют. Историческая правда Второй мировой войны совершенно разная в Британии. В его детстве, 70-х, 80-х годах, история Второй мировой войны была постоянной. В играх, в культуре, в фильмах. Он не думает, что сейчас все происходит точно так же. Сейчас не будет такой поддержки. Большое беспокойство — это незнание истории, культуры, искаженные новости, оппортунистами, которые влияют на молодых людей. Никакого понимания исторической роли. Большинство студентов ничего не знают про Вторую мировую войну. С нашей стороны самое лучшее — информировать все, что происходит в Донбассе, с цветной революцией, что при этом происходит, хаос в стране и блокада вокруг отдельных частей. Для нас важно находить поддержку в странах Запада понимать правильно ситуацию в Донбассе. Сегодняшняя встреча была очень важна для него. Он услышал мнения коллег, особенно тех, которые оказали поддержку, высказали поддержку. Как может долго продолжаться ситуация, когда Запад закрывает глаза и даже способствует тому, что сейчас происходит в Украине, а именно тому, что, по сути, побежденное, да, сейчас диктует волю победившим? На первый вопрос ответ — как долго? И где корень зла? Проблемы. Они не видят линии настроя на независимость в Европе и следуют диктату из Вашингтона. У него мало надежды, что произойдут какие-то изменения. Корень зла лежит в Вашингтоне. Может поменяться ситуация? Для России может быть выходом воссоединиться с Европой против Америки, но и может оказать давление на Киев с помощью объединения для решения вопросов. В любом случае предсказывать что-то очень сложно. Может быть, Америка поменяет настроение, набросится на Китай больше, чем на Россию. Тогда настроение в Европе тоже поменяется. Но наша дискуссия показывает, что Вы хорошие люди. В университете воспитываются люди, люди, которые хотят о правде говорить, для того, чтобы уважать героические действия людей, участников войны. Конечно, больше внимания с помощью интернета и таких конференций просвещать, рассказывать, убеждать. Вы люди, которых следует слышать. Запад много видел военных парадов с танками, артиллерии и так далее. А вот когда они видят многих людей, марширующих по улицам российских городов, как мы это делали в Бостоне, это вызывает уважение. Вот марш бессмертного полка, это, конечно, он согласен с Александром, очень впечатляет. Такие марши появились потом не только в Лондоне, в Манчестере. И начало было русскими, теми, кто женился, вышли замуж, их родственниками с портретами участников войны. Это очень личное для всех и в то же время очень наглядное. Такие марши, они впечатляют больше, чем какие-то официальные показы. Давайте поддерживать отношения, лично увидимся в будущем. Всех поздравляю с Днем Победы. И так же, пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!